Не хватит тысячи добрых слов, охапок душистых букетов и теплых объятий, чтобы выразить всю признательность и любовь Светлане Георгиевне Камоловой. На семейный творческий вечер, который проходил в актовом зале администрации района, пришло около 400 человек. Это друзья, родственники и коллеги по 50-летнему трудовому пути. Она прекрасно поет, она увлеченная натура, она любит свою родину и показывает вот именно, и мы с удовольствием уходим и смотрим. Она многим сделала добро. Это добро, вот вы видите, сколько здесь людей, вот все эти помнят ее и знают ее, молимся за нее, доброго ей здоровья, ее семье, а теперь ее и внукам, всем, всем, всем. Кинопоказ начался с торжественного вручения цветов Виталиям Савиловым от лица главы района Андрея Иванова и администрации. И, как всегда, Светлана Георгиевна кокетливо ввела в заблуждение зрителей, объявив, что это будет заключительный фильм. Мы с вами встречаемся, и опять я говорю, на заключительном. Не принимают. Не принимают. Ну, как говорят, поживем, увидим. Многие люди нашего района глубоко и на всю жизнь благодарны Светлане Георгиевне. Ведь десятки лет росписью ее руки решался извечный вопрос, который стоит перед каждой семьей в первую очередь – крыша над головой. За время работы она выдала 200 тысяч ордеров. Она никогда не откладывала чужие проблемы в долгий ящик, а решала их сразу и на месте. Но все же это нельзя назвать причиной для ежегодного сбора гостей на кинопоказах. Искренняя любовь, настоящая дружба и уважение к этой выдающейся женщине – главный повод для сбора близких людей вот уже в 12-й раз. Некоторых друзей охватывают воспоминания до слез. Она меня выручала. Я вот до сих пор никогда не забуду вот этой помощи. Таких помогательных людей редко встретишь. Я иногда выходила в слезах от радости, от радости, от счастья, что она мне помогала. Это человек Веха Одинцовского района. Ну, скажем так, вот вся история с самого начала, она всегда принимала участие. Человек, который имеет свое мнение на очень многие вопросы и колоссальный опыт. Я иногда к ним прихожу за советом, когда сомневаюсь в правильности своих действий в определенных ситуациях. Всегда получаю поддержку, улыбку и доброе слово. Дай Бог ей здоровья, всяческих творческих различных успехов, потому что то, что она делает, ну, не делает больше ни одна семья Водинцова. В фильме от всей души затрагиваются главные и важные темы семьи Камоловых. Любовь к родине, славному и солнечному городу Славянск-на-Кубани, труду, творчеству и романтике, которая в жизни Георгии и Светланы присутствует до сих пор. Только в молодости они гуляли по звездным небам на улицах Кубанская, Ярмарочная и Одельская, а теперь по цветущим аллеям города Сочи. Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет. Лучше нету той минуты, когда мир идет. После кинопоказа все зрители поблагодарили за творческий вечер и передали большой привет мужу Светланы Камоловой, Георгию Георгиевичу, полковнику в запасе, кандидату технических наук. Он главный режиссер и идеолог семейного проекта. Еще друзья приготовили подарки. Мамикон Вортапетян нарядил Светлану Георгиевну в символы казачьей культуры – бурку и папаху. А Виктор Демьянчук написал портрет этой всеми любимой женщины. Светлана Георгиевна – эталон и настоящий пример для подражания для многих женщин. Она энергичная, добрая, веселая, где-то чуточку строгая, но безусловно справедливая. И хочется пожелать семье Камоловых неистекаемого творческого духа, процветания, здоровья, чтобы собирать нас на такие душевные вечера еще многие-многие лета. Екатерина Стросветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!